Hi guys! И это, наконец-то, то самое долгожданное видео, которое мы задолжали уже очень долго, про ВНЖ в Беларуси. Как получить иностранцу ВНЖ в Беларуси? Мы ответим в этом видео на самые популярные вопросы, которые вы нам задавали по поводу того, в том числе, почему принц, это просто, наверное, самый главный вопрос, самый популярный, живет здесь уже 9 лет, и только сейчас он смог получить вид на жительство. Обо всем об этом, о процессе документов мы поговорим именно сегодня, поэтому предлагаю не затягивать и погнали! Хорошо, сегодня я вам расскажу, как я получил вид на жительство. Где-то три года назад были другие условия, чтобы получить вид на жительство, только поменялись эти условия три года назад. Допустим, раньше, чтобы получить вид на жительство, человек, надо находиться в Республике Беларусь, ну, семь лет и более, да, но, как-то, ну, что-то менялись, и они уменьшали этот, ну, срок, ну, то есть, ну, сейчас мы, чтобы получить вид на жительство, можно находиться в Беларуси пять лет и больше. И вот, я нахожусь в Беларуси девять лет, я только получил вид на жительство, потому что, чтобы получить вид на жительство, надо пять лет регистрации временно, беспрерывно, ну, беспрерывно. Да, и тут мы плавно переходим к вопросу, почему, да, спустя девять лет он только сейчас смог его получить? Да, вот, где-то в восемнадцатом году, да, я поехал в Нигерию и, ну, ездил на каникулах, да, но возвращая в Беларусь, меня задержали, ну, в границе, говорят, что у меня виза в Беларуси закончилась, когда я находился в Пересадке, поэтому меня не пропустят через границу, и из-за этого меня вставили в самолет и отправили обратно домой, потому что у меня виза закончилась, ночь в Пересадке, в Истамбуле, то есть, если я был, прилетел в Беларусь, ну, может, там, четыре часа назад меня допустили, ну, допускали через границу, но они сказали, что у них по закону, как так у нас есть посудство в Нигерии, ну, белорусское посудство, да, посудство, что мне надо ехать обратно в Беларусь, ну, в Нигерию, извини, получить визу, получить визу, чтобы приехать в Беларусь, и из-за этого я потерял там почти месяц в регистрации, и у меня был, ну, пробел в моей регистрации, поэтому мне заново начали считать этот срок пребывания в Беларусь, то есть это была как своеобразная депортация, и ты говорил, что это было по вине университета или нет, или по твоей вине? Это по вине университета. Хорошо, почему? Потому что я ей рассказал, то есть когда я уезжаю и когда я приезжаю, она должна, они ошиблись с датами, да, они думали, что как я приезжаю в этот день, я пребываю в этот день, да, не взяли в заметку, что я прилетел в следующий день, да, потому что лететь из Нигерии больше одного дня, да, и ты, наверное, не сразу это заметил тоже, и, ну, в общем, такой косяк с двойной стороны. Это был мой первый раз я летел в Нигерию, поэтому, да. И последний после этого раза пока что больше не летел. Хорошо, то есть это была основная причина, почему ему начали считать этот срок заново, и он только теперь мог получить, собственно, ВНЖ. Так бы он его получил, если бы не эта ситуация, намного раньше. Да. И переходя ко второму вопросу, который очень часто задавали люди, которые сейчас занимаются этим процессом тоже, это какие документы тебе были нужны для того, чтобы получить сам вид на жительство, и почему мы так намучились с этим долго. Да, документы, которые нужны, вот, две самые сложные для меня были получить постоянно прописка в Беларусь, в Республике Беларусь, и, ну, и получить справку о судимости из Нигерии. То есть мне надо было отправить им отпечатать палец, чтобы они могли мне создать эту справку, да. Это всё было дистанционно. Да, дистанционно, да. Потому что мы делали эту справку на самом деле два раза, потому что первый раз, когда я отправил отпечатать палец, человек, который там, он ошибся. И чтобы эта справка делать вообще, это выходит там месяц или месяц-полтора, чтобы, потому что справка из одного офиса в другой, там, да, чтобы поставили штамп и подпись, да, и получается, что один человек, который поставил там штамп, подпись, он неправильно поставил, куда, ну, где мне нужно было эти справки. Он поставил там, ошибся, ну, мной с братом там, поставил в Лондоне, что я буду использовать. Поэтому, да, для Лондона, а не для Беларуси. А не для Беларуси. Пришлось всё заново сделать, да. И поставили правильное в Беларуси. И вот, и это всё вообще где-то три месяца длилось, да. И самосправка действительно там три месяца, да. То есть тоже надо всё успеть сделать в срок. То есть это две были самые сложные документы мне доставать. Остальные документы для жительства. Остальные документы — это заявление. Да, мы просто тут срин сдавали список. Да, список. Но потом его забрали. И мы снова вспоминали, что от него требовалось. И сверяли это с данными, которые предоставляются на официальных сайтах. Да. Заявление, автобиография, цветные фотографии. Собственно, сам паспорт. Справка вот эта вот об отсутствующей мастерии. Да, да, да. Которой было сложно доставать. Регистрация, именно которая... Временная регистрация. Отметка, да. Временная регистрация, которая поставлена ОВД. Где он сейчас официально прибывает. То есть, например, в этой квартире, где он сейчас. То есть это не прописка сама. Медицинская справка. Собственно, прописка. И уплаченная госпошлина в виде... В размере двух базовых величин. Вот. Это тот список документов, который был необходим. Но я говорю, самое с чем мы намучились, это с этой справкой. Да? Надо еще было отправить из Дегерии сюда. Сюда, да. Да. Потому что нужно оригинал в ОВД. Ну, предоставлять. Да, конечно. Конечно. Нужно было оригинал. Это как мы намучились со справкой для свадьбы нашей. То же самое. Похожее было. Тоже мы очень намучились. Хорошо. И следующий... Следующий... Да. Следующий вопрос. Это было основание, через которое принц мог получить вид на жительство. Потому что их, в принципе, было три. Первое. Да. Расскажи про первое, второе. У меня, ну, было три. И, ну, может, четыре даже способы, чтобы подать документы для вид на жительство. Первое. Это на свое основное. То, что я нахожусь тут пять лет и больше. Второе. Это из-за того, что у меня тут есть брак. Ну, то есть есть жена. Дегарусская жена. Да. Третье. То, что у меня тут есть ребенок. Тут уже, ну, это тоже основание. Как основание. Основание. Новое слово. Не новое слово. Я просто забыл. Окей. Еще есть такой путь, что у человека способны, ну, способны, может, вокал. Таланты. Таланты. Да, там, уметь петь, уметь там играть, ну, читать музыку или что-то, танцевать, ну, вот, ну. Таланты. Поэтому я, ну, на своем основном. На своем основном. Правильно? Он сделал вид на жительство. И это, на самом деле, был самый простой вариант из всех. Да, простой, да. Почему? Потому что если бы он делал через ребенка или через свадьбу. Да. Во-первых, у нас есть такое, что жена может отобрать, но, блин, ты из-за этого. Ты же не из-за этого. Да, да, не из-за этого. Короче, жена может отобрать этот вид на жительство, если он сделает через свадьбу. Второй момент. Это то, что ему пришлось бы лететь обратно в свою страну и уже залетать сюда не по учебной, а по частной визе. Я должна была ему делать приглашение и так далее. То есть это было бы очень много мороки с документами, с билетами и так далее. Поэтому самый простой вариант, это было через его основное право нахождения здесь. Это то, что он проживает здесь больше пяти лет. Это было самым таким идеальным просто вариантом. И так, собственно, сказали в самой эмиграции, что зачем мы будем делать вам через свадьбу, если у вас есть очень хорошее основание для получения ВНЖ. Расскажи, почему ты все-таки не хочешь получить гражданство в Беларуси? Потому что многие тоже это спрашивали. Да. Почему я не хочу получить гражданство в Беларуси? Ну, не обязательно, во-первых. И Беларусь не разрешает, чтобы у человека было двое гражданство. Двойное. Да. Двойное гражданство. Если я буду получить гражданство в Беларуси, мне придется отказаться от своей страны, от своего паспорта. С гражданства Нигерии. С гражданства Нигерии. И, ну, на самом деле, так не хотелось бы. Но вид на жительство тоже, можно… Он тоже дает очень много прав. Прав. И, переходя к последнему такому пунктику, которым хотелось бы завершить, да, это видео, это поговорить о, собственно, преимуществах, да, вида на жительство в Беларуси для иностранца. Почему? Потому что без вида на жительство, то есть 9 лет, принц, расскажи, что ты не имел права делать? Не имел права здесь. Вообще не имел права работать. Работать, получать медицинское обслуживание бесплатное. Да. Я даже не мог тут, там, создать свои компании. Я не мог открыть ИП, то есть я не мог даже тут кредит, купить вещи на разрушку невозможно. Угу. Ну, это есть. То есть очень много ограничивающих факторов. Да, ограничения есть. Работать тоже нельзя было, то есть у него есть образование уже, есть диплом, однако он не имел права работать без ВНЖ. Это проще для всех. Поэтому сейчас, имея вид на жительство, он имеет, по сути, те же права, что и граждане Беларуси. Просто это все временно, потому что вид на жительство сейчас выдается первый на два года. Он выглядит в виде идентификационной карты. Да, да, в виде. То есть не в виде бумажного варианта, уже в виде ID-карты. А второй вид на жительство уже выдается на десять лет. Вот, поэтому сейчас такой испытательный этап. Первые два года, и потом можно подаваться снова на уже десять лет. Вот. Ты к нам приходит маленький человечек. Покажи Лукаса. Вот. Смотри. Да. Смотри сюда. Смотри. Скажи привет. Смотри. Покажи. 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 Вот. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их в комментариях. Вот. Но мы вам желаем отличного дня и пока-пока. Говори пока. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok